Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вполне возможно, что этой информацией я повергну многих из вас в шок, но если бы самп ютуберам не платили деньги, то они бы и не снимали вовсе. Как вы думаете, я об этом узнал? Да всё очень легко. Как вы думаете, пойдёт ли какой-то самп ютубер на сервер, на который его попросят пойти его дорогие подписчики? Вот представьте, снимает условный Долорензи на Аризоне Ролеплей, а подписчики ему пишут, «Хм, Долорензи, а мы хотим, чтобы ты пошёл снимать на самп РП, там вроде и обновы неплохие, и знаешь, онлайна-то им так не помешало бы добавить». А Долорензи им такой, «Хм, конечно, друзья, вот сейчас я заберу зарплату с Аризоны, и сразу же выйдет неделя роликов с самп РП». Но такого в наших дорогих реалиях самп ютуба никогда не будет. Здорово всем, я записываю голосовым сообщением ВКонтакте, поэтому качество звука – дерьмо, и все претензии вы можете высылать компании mail.ru на их деловую почту. Я считаю, что это довольно-таки серьёзная потеря, то, что вы не сможете слышать меня в нормальном... Короче, по поводу темы ролика. Если бы ютуберам не платили, они бы не снимали самп, и это абсолютно нормально. Я вообще не понимаю, почему есть мнение, я не знаю, какой там вообще посыл ролик или всё такое, но я не понимаю, почему люди вообще считают, что кто-то кому-то что-то обязан. То есть, смотрите, если я получаю деньги за свою работу, это означает то, что я обязан её выполнить. Это да. Но если я не получаю денег за работу, то я никому ничего не обязан. Из этого мы делаем простой логичный вывод. Если бы ютуберам не платили, они могли бы не снимать. Хотя, никогда не говори никогда. Возможно, в будущем такое всё-таки и будет. Бескорыстная помощь каким-нибудь самп-серверам. Однако, что-то мне слабо в это верится. Ведь самп-ютуберы, они достаточно жадные. И не дай бог, они не вставят какой-то лишний преролл в свой ролик, то всё. То это конец жизни. Не дай бог, они не интегрируют в ролик Дубай РП. Всё. Жизнь просрана нахуй. Как бы, зачем им теперь вообще как бы жить? Всё. Интеграции Дубай Ролеплей в ролике нет. Это значит, что всё. Полный пиздец. Откуда? Почему? Зачем? И как? Вот уже непонятно будет. Вот, в соответствии с этим, если бы самперам не платили, то они бы и не снимали. То есть, снимали бы ютуберы или нет, если бы им не платили. Большинство, абсолютно, разумеется, без денег бы ничего не делало, потому что у них не лежит к этому душа. То есть, сейчас абсолютно, ну, практически весь топ ютуба, самповского, он не интересуется этой игрой. Они давно уже перешли на другие игры. С друзьями они играют в другие игры, общаются они на другие темы. И с сампом их связывает только то, что они там ведут свои каналы, поскольку они получают за это деньги. Вот. Поэтому, разумеется, они снимают в том числе и за денег, потому что это их работа. Как говорит ШУС, стриминг, ютубинг, в том числе по сампу, так он уже не говорит, но все же это от меня, это работа, которая превосходна. То есть, это работа, которая, работа мечты, знаете, вот я так называю. Поэтому это, безусловно, работа, безусловно, тут должны быть деньги, и, безусловно, это работа, которая просто крутая. Вот и все. А так, это тот же завод, так круче. Вот. Поэтому, да, без денег бы все загнулось, хлопнулось и все. На этом можно было бы уже и закончить ролик. Но, так или иначе, я бы хотел вам сказать, а вот если бы мне не платили деньги на основном канале, я бы сам бы снимал, да. Но не те ролики, которые вы сейчас видите на канале. Вот те ролики, которые вы видите на канале Задан Семен 2, в них же абсолютно нет рекламы. И даже больше вам скажу, на данном канале не включена никакая монетизация. То есть, никаких денег за просмотры я не получаю. Их получает только YouTube, если интегрирует рекламу. Но, насколько я знаю, если монетизация не включена, то рекламы, в принципе, быть не может. И поэтому, я с данного канала не получаю ничего. А делаю его для души. Не сказать, что не за делом на будущий заработок. Возможно, я это делаю сейчас бескорыстно, чтобы в будущем получать огромнейшие деньги. Как тот же Долорензи и так далее. Но проблема в том, что на такой контент, который делаю я, не подпишется много людей. У моего контента большая возрастная планка, возрастной порог вхождения. Потому что какой-то маленький долбоёб, он даже, ну, одной третьей части всех рофлов в моих роликах не поймёт. А что уж говорить про какие-то серьёзные ролики, в которых я критикую какого-либо самп-ютубера или, в целом, самп-деятеля. Давайте так будем называть каких-нибудь разработчиков, самп-серверов, скриптеров и так далее. Самп-деятель. Ну, а почему бы и нет? По поводу того, снимал бы я самп или нет, если бы мне не платили. Самп бы я, разумеется, не снимал, потому что сейчас у меня интерес к сампу чуть больше, чем ноль. Но буквально, ну, напоминаю, я с 2011 года начал снимать самп. Ну, там, 6 лет я снимал бесплатно, 6,5 даже. Потом, когда появилась возможность зарабатывать за то же самое, почему нет? Что за бред? Типа, конечно, блядь, это охерительно. Я делаю то же самое абсолютно. Просто, ну, чуть побольше запариваюсь по качеству и так далее. Чуть больше этому времени могу уделять. Опять же, из-за денег. Повышать качество, опять же, из-за денег. Получать моральное удовлетворение, опять же, из-за денег. Общее самочувствие лучше, опять же, из-за денег. Но, в общем, я бы хотел иметь все то же самое, но самп сменить на просто все игры, например, либо просто на разговорный формат, на говорящую голову, так называемую. Вот, это то, что на нынешнюю секунду было бы мне более интересно, чем снимать самп. Короче, сейчас заберите у меня деньги. Самп я снимать, разумеется, не буду, потому что интереса к игре нет. Но, если оно вернется, например, да, вот я два месяца не буду снимать, и опять захочется, такое уже было, я вернусь и, возможно, и без денег буду снимать. Короче, вот такая тема. Все, спасибо, что вы слушали. Какие ролики на основном канале я могу снимать за бесплатно? Да, чуваки, только самп-обзоры и все. Потому что самп-обзоры это единственное на моем основном канале, что делалось от души, да и делается, впрочем-то, до сих пор. Конечно же, в каких-то вот там первых выпусков была реклама, потому что я не ценил то, что я делал. И, как мне кажется, это, ну, достаточно плохо. И теперь я ценю самп-обзоры, и рекламу в них ни в коем случае не вставляю, потому что считаю, что самп-обзоры, а они, в свою очередь, делаются от души. И, как лично мне кажется, вставлять рекламу в ролик, это автоматическое неуважение к зрителям. Ну, лично мне так кажется. Ведь, типа, если ты тем более вставляешь еще две рекламы в ролик, это пиздец, какое неуважение. Ёбаный рот. Понимаете? То есть, дело в том, что самп, он из обычной такой ламповой игры, в которую мы с вами любили поиграть вечером, да и после школы, превратился в один большой бизнес. С появлением денег, каких-то вот, знаете, бескорыстных самп-ютуберов, стало все меньше и меньше. А почему же так произошло? Да все очень просто. Всем на сампе хочется заработать денег. Эта игра, кроме фарма денег, ничего более не представляет. Как в переносном смысле, так и в прямом. То есть, вы фармите деньги на каких-нибудь на заводах, на шахтах и так далее в сампе, а самп-ютуберы фармят эти самые деньги, снимая ролики для вас. И, как лично мне кажется, это неправильно. Мне очень обидно за то, во что вообще в целом превратился самп-ютуб. От какой-то, знаете, такой вот бескорыстной, хорошей игры с 20-30, а также более минутными летсплеями, он превратился просто в... зашел на сервер, нажал F9, пострелялся на каптах, нажал еще раз F9, смонтировал с какими-то более-менее кастомными переходами, выложил на ютуб. Это неправильно, как лично мне кажется. То есть, самп в первоначальном его проявлении, когда все снимали из-за интереса, посмотрите те же первые ролики на канале Ричи. То есть, это же были абсолютно какие-то непроплаченные ролики. Типа, Ричи снимал вместе с Шейном, им это нравилось, да и многим другим самп-ютуберам. То есть, невозможно делать что-то хорошее на материальной стимуляции, понимаете? То есть, когда тебе платят деньги за какой-то продукт, продукт автоматически получается некачественным, потому что тебе лишь бы что-то сделать. Лишь бы что-то сделать, лишь бы отстреляться за то, что ты делаешь. Единственное, что Баггертакерс, наверное, делает, это вот ролики по сампу от души. Действительно, если ему платят деньги, он действительно вкладывается. Я вот это за ним заметил. То есть, пусть у него нету какого-то оформления, кастомных переходов и так далее, но его ролики мне очень интересно смотреть, стоит признать. Но вот это вот его, опять же, бесконечное нытьё по поводу «Ааа, ютуб, я такие ролики делаю, вы у меня монетизацию забираете? Это на самом деле ужас. И как лично мне кажется, Баггертакерс без всего этого нытья был бы намного лучше. Потому что, ну, действительно, то есть, он снимает достаточно неплохой самп-контент, вот и оставался бы дальше в своём вот неплохом самп-контенте. Как лично мне кажется, это было бы лучше для всех. И пусть багертакерс даже снимает за деньги, но за деньги он снимает как будто бы за бесплатно. Не в плохом смысле, а в хорошем. Он вкладывается действительно как будто ему хочется сделать какой-то хороший продукт, хороший контент. Я мало у кого мог видеть какие-то вот такие вот пранки смешные, которые сделаны реально с душой. Или знаете, вот там на люксе у него был ролик, как он там на машине ехал там спасать мэра и так далее. Это охуенная задумка. Я не помню, чтобы за последние несколько лет в самп-сегменте кто-то вот такое вот делал. Настоятельно рекомендую посмотреть вот эти вот его ролики с люкса, да и остальные ролики у него там очень смешные, забавные есть. Я опять же смотрел не все его пранки, пранки для меня не представляют абсолютно никакого интереса. Но как лично мне кажется, он это делает с душой. И вот лично он выкладывается прям на все деньги, которые ему платят. Чего нельзя сказать про кого-нибудь Тофика Дипсайза или Делорензи или того же Феллини. Это достаточно, ну, хуёво. Так вот, если бы самперам не платили, они бы не снимали. Потому что, понимаете, даже какое-то упоминание какого-то сервера, они вот всё просматривают, всё вырезают, всё вот стараются не упомянуть лишний раз какой-то сервер. Потому что если ты сервер упоминешь бесплатно, он тебе деньги не заплатит, считают они. Потому что, ну зачем? Ты же его упоминаешь бесплатно. А значит и поиграть, и поснимать можешь бесплатно, считают они. И лично меня, меня не устраивает тот порядок вещей, который сейчас установился в самом сегменте. Мол, то, что снимают только за деньги, выкладываются, вообще не выкладываются ролики, как лично мне кажется и как кажется Баггеру Такерсу, они не окупают абсолютно. То есть, действительно, себестоимость роликов достаточно маленькая. И сам интерес просмотра таких роликов достаточно маленький. То есть, с маленьким удержанием ролики, то есть, абсолютно их неинтересно смотреть. И дело в том, что мне действительно обидно за то, во что превратился нынешний самп-сегмент. Вот со всеми этими деньгами и так далее. Однако, у данной монеты есть и обратная сторона. Ведь, вы представьте, что было бы, если бы в самп-сегмент не пришли деньги. Все вот такие вот более-менее популярные личности, поднявшиеся тут, ушли бы в какие-нибудь другие игры, как тот же Мистер Кей вообще ушел в стримы и так далее. То есть, действительно, это было бы так. А вот так, благодаря деньгам, как мне кажется, самп-сегмент до сих пор живет. Но вот другой вопрос. Нужен ли нам такой самп-сегмент? Лично мне кажется, что нет. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, что вы досмотрели его до конца. Спасибо Ангелу Касадо за участие в данном видеоролике. Ссылочка на его канал будет находиться в описании. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok